Радио Свобода Всем привет! Вчера снимал, как ловит Радио Свобода Вот этот Виктор наверху А вот снимаю, как принимает Океан В Москве 18 часов, а микрофон Александр Бураков Океан принимает посерьезнее Несмотря на вот этот свет Украинские военные в понедельник внесли удар по территории завода Юность в городе Сорокино По первой части Луганской области Российские волосы называют его советским названием Краснодом Утверждается, что там еще с 2014 года, когда город перешел под контроль пророссийских сепаратистов Так называемый ЛНР, хранились боеприпасы и военная техника Город расположен на границе с Россией, в глубоком тылу российских войск И российские, украинские СМИ и телеграм-каналы опубликуют фото и видео взрывов Следственный комитет России признал факт попадания в промышленный объект По сообщению ведомства, два человека погибли и три получили ранения Также сообщается о повреждении домов взрывной волной Международная комиссия по расследованию нарушений в Украине при Совете ООН по правам человека Выступила в понедельник с устным докладом По выводам комиссии российские войска продолжают совершать на территории Украины Военные преступления против мирных граждан В докладе перечислено незаконное нападение со использованием оружия взрывного действия Пытки, сексуализированное насилие, а также нападение на энергетическую инфраструктуру Члены комиссии говорили в Украине с жертвами и свидетелями преступлений Они зафиксировали ракетные удары на пожилые дома, медицинские учреждения и гражданская инфраструктура В тех частях Запорожской и Херсонской областей, которые долгое время были заняты российскими войсками Местные жители сообщали о систематических пытках Чаще всего им подорогались граждане, которых обвиняли в сотрудничестве с СССР В некоторых случаях подозреваемые умирали от пыток при допросах Подробный доклад члены комиссии представит Генеральная ассамблея ООН в октябре Три четверти морского экспорта российской нефти не подпадают под ограничение ценового потолка в 60 долларов за баррель Введенного для нее санкциями стран Глупо Семи и Австралии Перевозчики избегают страхования на западном рынке, пишет гадет Ванн Шелтаймс Находы России от экспорта нефти в августе выросли до 17 миллиардов долларов Следует и зачет Международного энергетического агентства Это самый высокий уровень с октября 2022 года Тогда агентство оценило российский экспорт 17,3 миллиарда Правительство России планирует получать от новых экспортных пошлин около 50 миллиардов рублей в месяц Следует испояснить мне записки к проекту федерального бюджета на три года Рост ожидается на фоне принятия бюджета, в котором военные расходы впервые превысят социальные Бюджет в ближайших трех лет предусматривает беспрецедентный рост военных расходов Они почти удвоены до 6% ВВП Для их обеспечения правительство планирует увеличить доходы на 9 триллионов рублей до 35 триллионов Издание «Азабелл» отмечает, что новая пошлина обеспечивает меньше 7% нужной суммы Основной вероятно придется добирать новыми налогами и ослаблением рубля Суд в Белгороде отправил в СИЗО на два месяца Илью Чубукова, которого обвиняют в поджоге символа Z на одной из улиц города Ему вменяется вандализм по политическим мотивам и хранение взрывчатки Ранее Чубуков рассказал о пытках после движения на теле Чубукова заметны гематомы и другие повреждения Передает корреспондент издания СОТО из зала суда Чубуков утверждает, что на следующий день после того, как неизвестный поджег букву Z Пятеро неизвестных напали на него, на улице Белгорода усадили в машину и отвезли в лес, где били и пытали После этого его отвезли в полицию Вину Чубуков не признает Его также обвиняют в хранении гранатой тротиловой шашки Чубуков утверждает, что они были ему подброшены Бывший министр экономики России Евгений Ясин умер на 90-м году жизни Он был известен как один из ведущих идеологов перехода плановой экономики к рынку в постсоветской России И создатель высшей школы экономики, почетным научным руководителем которой он был до конца жизни Экономист с 2000 по 2019 год руководил фондом либеральной миссии Входил в федеральный полицовет партии Союз правых сил А также входил в Европрезидентский совет по правам человека И был членом общественной палаты Первая партия американских танков Абрамс прибыла в Украину Подтвердил президент Владимир Зеленский Сколько именно танков получил Киев не уточняется Всего вместо того он собирался передать Украине 31 танк этой модели То есть один танковый батальон В последние пакеты военной помощи США входят боеприпасы для Абрамса В том числе с обедненным ураном Который значительно увеличивает пробивную силу снарядом Совет Федерации в понедельник переназначил на новый срок Председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина Он будет возглавлять суд еще 6 лет Депутаты проголосовали единогласно Зорькину 80 лет В 2012 году возрастной ценз для должности председателя Конституционного суда был отменен И председатель имеет право занимать свой пост бессрочно Вы слушали новости на волнах Радио Свобода Радио Свобода новости Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее время В эфире программа Археология, специальное интервью И сегодня наш специальный гость Александр Сушко Исполнитель и директор Международного фонда Возрождения Политолог, который выходит к нам на связь из Киева Александр, добрый день Добрый день, Сергей В начале этого года, 2023-го, вы, группа экспертов, мыслителей, интеллектуалов Выдвинула, как у вас это называется, Sustainable Peace Manifesto Манифест устойчивого мира Never Again 2.0, Николезнову 2.0 Как раз к Мюнхенской, как я понимаю, к Мюнхенской конференции по безопасности февраля 2023-го года Где вы очертиваете контуры послевоенного мира Какой мир устроил бы Украину Что такое победа и что такое мир с украинской точки зрения Мне хотелось бы поговорить по основным идеям, мне кажется, этого очень интересного и плодотворного документа И первое я хотел бы вас спросить Тот вопрос, который мы обсуждали с украинским философом Сергеем Зацуком У него в прошлом летом была статья под названием Что такое победа? А что такое для вас была бы победа Украины? Будет победа Украины В первую очередь это, конечно же, изгнание оккупантов территории Украины Но, видимо, не только, потому что для нас важно не просто прекращение военных действий Но и создание условий, при которых не придется жертвовать жизнями людей в какой-то обозримой перспективе То есть речь идет именно об устойчивом мире, в котором будут устранены глубинные проблемы Или хотя бы нейтрализованы, минимизированы те глубинные проблемы, которые привели к этой войне И в первую очередь это проблема того качества государства в России Которое генерирует насилие как наиболее типичную и стандартную модель поведения По отношению к соседям, но и не только к соседям То есть речь идет о каких-то серьезных проблемах в самом устройстве современного российского государства Которое и хотелось бы, чтобы российское общество это дно должным образом отрефлексировало И в конце концов создало новую нормальность, которой соседям не придется жить в ужасе от такого соседства Есть надежда на то, чтобы эта война не просто закончилась достойным миром и наказанием виновных Но также созданием неких предпосылок на дольшую перспективу Потому что наши дети не будут продолжать умирать вследствие неких маниакальных идей людей в Кремле Да, и я с вами согласен, но мне кажется, что мы сейчас еще дальше от этого, чем мы были в начале